Я давно не была в Грузии, так случилось. Ну и мы все, сейчас уже редко бываем, к сожалению, в Грузии. Вот Ильдар Рязанов и такая целая команда придумали такую акцию, дабы наладить какие-то контакты культурные. Да, первый фестиваль российского кино. Ну, приехало много людей, я не буду причать всех, и Сережа Славев, и Рязанов, и Тодоровский, много-много-много. Что, о чем я сейчас хотела сказать? Первое. Меня совершенно потрясло отношение к нам людей. Залы были переполнены, постоянно подходили разные люди, говорили спасибо, и мы всегда были вместе, будем вместе. Это, так сказать, я человек, который вообще никогда не говорит мне правду, поэтому это очень важно, мне это сейчас сказать. Это раз. Второе. Были большие пресс-конференции, и было много людей, очень, и много камер. Камера была в пресс-конференции первая, наверное, была камера 15. И было много очень людей. Ни один человек не позволил себе ни одного, ни деликатного, ни какого-то провокационного вопроса. Ни один человек. Это говорит о том, в каком, в общем, состоянии достоинства и умения себя вести с гостями. Я не знаю, может быть, там и были люди, которые хотели бы сказать, что мы оккупанты. Но никто этого не сказал. Говорят, что в какой-то газете было сказано, что мы хотим свою культуру оккупировать Грузию, и что что-то в этом духе было. Мы это не видели, никто вслух этого не сказал, и эта деликатность, и этот так меня совершенно потрясло. Третье. Ездил у Мански, Мански ездил, Виктор Мански, такой у нас, Виталий Мански, простите, наш известный документалист, рано-рано-рано утром поехал в этот самый городок Беженцев. И уж там он не сомневался, что услышит бог знает что. Кроме того, что мы всегда были с Россией, мы всегда были друзья, это все политики, мы тут совершенно ни при чем. Вы знаете, вот я говорю, мы были все потрясены, потому что мы ехали, и мы волновались. Мы боялись, что нас будут упрекать, что нам будут говорить всякие неприятные вещи. Мы боялись этого слова оккупанта, который так модно в общем грузит. И он приехал совершенно потрясенный. Я с столькими людьми говорил, кроме вот пожатья рук, желания нет, мы всегда были вместе и будем вместе, и народ тут не виноват, и это все политики, это так было сказано. Это, конечно, все произвело у нас очень сильное впечатление. И эти полные залы, и аплодисменты, и доброжелательность, и эти руки, в общем, все это было очень важно. Закон ли это гостеприимства, ответьте мне, или это так действительно есть на самом деле, мне трудно сказать. Хочу выразить благодарность за то большое внимание, которое вы уделяете конкретно миротворческим процессам и налаживанию добрососедских и братских отношений, которые были между Россией и Грузией. Наши народы нерастелимы, наши судьбы, вы знаете, уже веками длятся, и первая грузинская слобода 400 лет назад была открыта в России. Тут и корнями переплетены менталитетом и культурой. Поэтому огромное спасибо, абсолютно правильное впечатление, что Грузия любит и хочет. Особенно эти настроения усилились сейчас, когда они видят, что, к сожалению, свой президент губит свой народ. Вы не знаете, как деградирует в Грузии культура, как деградирует в Грузии менталитет, как бьют по религии, как разлагают грузинскую нацию вообще в этих глобалистических проектах. Сегодня у нас в гостях присутствует председатель партии «Наша Грузия», председатель движения и партии «За победу», известный адвокат, правозащитник, который занимается, кстати, международными делами и в международных судах, человек, который действительно является патриотом Грузии, владеет реальной ситуацией, потому что только вчера он практически прибыл из Грузии. Я думаю, что он нам осветит коротко сегодняшнее состояние Грузии и расскажет вот о той большой миссии, которую грузинский народ все-таки выстрадал. И вот ряд грузинских партий и порядка 10 тысяч подписей было собрано и сдали документы в Международный уголовный суд, в Каагу, на так называемого президента Грузии Михаила Саакашвили за его преступления против человечества. Я как председатель партии недавно приготовил документ, это называется исковое заявление. Оно адресовано было Каагскому прокурору, господину Луису Моренову Кампу. И сам я лично поехал туда и сдал этот документ. Я встретился с прокурором, у нас был очень серьезный разговор. Сейчас для нас начинается второй этап. По уставу ООН, в Каагске прокурор может возбуждать уголовное дело по своему рассмотрению. Но если из пять членов ООН, это Россия, Англия, Америка, Франция и Китай, из этих пяти стран, если трое стран дадут резолюцию, тогда Каагский прокурор обязан уже начинать расследование. Так что мы начали второй этап. Первый этап был, чтобы мы сдали вот это, написать и сдали вот это исковое заявление. А сейчас второй этап. Мы соберемся во всех странах, вот этих из пяти стран, поехать и попросить ихним властям, чтобы они дали резолюцию. То, что касается исковое заявление, он состоит из трех частей. В первой части описывается то, что случилось после розовой революции в Грузии насчет законодательства. И, кстати, очень хорошее сравнение приведено с Гитлером. Как Гитлер приходил во власти, что он сделал после прихода во власти. Как он менял законодательство, конституцию, уголовный процесс, гражданский кодекс и так далее. В общем, в первой части об этом и говорится. Во второй части говорится о том, что незаконные аресты, убийства на улицах без суда и без следствия, приведение к конкретным фактам и доказательствам. Экономическая ситуация, которая проводится, экономическая политика, которая проводится в данный момент в Грузии и так далее. В третьей части говорится о том, что не Россия начала войну против Грузии, грузинская власть начала войну и приводится доказательствами. Все это доказано. Мы здесь, это не, прямо скажу, это не политический документ, это и юридический документ, где то, что мы говорим, с фактами доказано. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...